Здравствуйте! В эфире праздничный выпуск программы «Факт» в студии «Елизация Киева». Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев поздравил казахстанцев с Днём Защитника Отечества. Цитирую. Уважаемые казахстанцы, защитники Родины, поздравляю вас с праздником патриотизма, мужества, воинской славы. «Я обращаюсь к вам, защитникам Отечества, с честью выполняйте свой священный долг». Об этом Назарбаев сказал, выступая сегодня на военном параде в Астане. «Ваша главная задача – оберегать спокойствие родной земли, крепко стоять на защите нашей независимости. Вы всегда должны быть примером чести, ответственности, патриотизма для всех поколений казахстанцев», – отметил глава государства. Президент отметил, что сегодняшний парад – это еще одна возможность показать мощь, высокий боевой дух и выучку нашей армии. «Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Да здравствует наша славная армия, да здравствует Казахстан», – сказал президент. В Казахстане в 2015 году будут с размахом праздновать 70-летие победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Республики Нурсултан Назарбаев. В следующем году Казахстан широко будет отмечать 70-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. «Надо оказать внимание, поддержку каждому ветерану», – сказал Назарбаев, выступая на военном параде в Астане. «Мы всегда будем чтить память героев, которые победили в самой тяжелой войне в истории человечества», – подчеркнул президент. Основные торжественные мероприятия ко дню защитника Отечества в нашем городе прошли в парке первого президента. На площади у флагштока собрались военные, полицейские, воины, интернационалисты, ветераны. Поздравить мужчин с их праздником актюбинцы приходили целыми семьями. Подтянутые курсанты, строгие офицеры, командиры и генералы – сегодня все они герои праздника. Это те люди, в чьих руках наше спокойствие, наша уверенность и наше будущее. Защитники – одним словом. Многие из них не раз доказывали это на деле. Сегодня День защитника Отечества, Республика Казахстана. В связи с этим праздником все ветераны афганской войны и военные служащие. Здесь наша парка первого президента Казахстана. Мы собрались праздник отметить и чествовать праздник. И поздравляю всех с праздником знаменательным в нашем День защитника Отечественной Республики Казахстана. Военная мощь страны сегодня тоже предстала во всей своей строгости и убедительности. В столице по традиции состоялся военный парад, который прошел на главной площади Астаны. Актюбинцы тоже имели возможность стать свидетелями этого грандиозного зрелища. У флагштока была организована онлайн-трансляция. С экрана прозвучало и поздравление главы государства. Я обращаюсь к вам, защитникам Отечества. С честью выполняйте свой священный долг. Ваша главная задача – оберегать спокойствие родной земли, крепко стоять на защите нашей независимости. Вы всегда должны быть примером чести, ответственности, патриотизма для всех поколений казахстанцев. В этот солнечный день в парке собралось немало зрителей, которые наблюдали за стройными колоннами марширующих военных и современной боевой техники. Среди них и молодые люди в униформе – это студенты, которые стали организаторами патриотической акции. Сегодня раздаем георгиевские ленточки всем жителям города в акции «Никто не забыть, ничто не забыто». Мы заказали 7 тысяч ленточек, и сегодня именно подряд три дня будем раздавать эти ленточки. И от всей души, от общественного объединения поздравляю всех мужчин. В общем и целом праздник действительно оказался торжественным и строгим. Многие аксюбинцы с радостью делились своими пожеланиями сильной половине человечества. Ведь самое главное для каждой семьи – это чувствовать себя в безопасности и строить будущее под мирным небом. Дорогие ветераны, наши мужья, ветераны-афганцы они, поздравляем вас с сегодняшним праздником, Днем Защитника Отечества. Желаем счастья, крепкого здоровья, процветания, чтобы у нас небо было безоблачным, мир чтобы был на всей земле. Желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны счастья, успеха, здоровья самое главное. Сейчас в таком возрасте более старые. Всех мужчин хотел поздравить с праздником. Раньше 23 февраля был День Советской Армии, сейчас уже День Вооруженных Сил и Штуль-Казахстан. Пожелаю всем здоровья, мужества, влюбились в свою родину, в свое государство, в своего президента. Поздравляю с праздником, великий праздник. Это исторические даты. Желаю всем мира, добра, благополучия в семье. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Праздник в собственном доме. Что может быть лучше? Сегодня восьми ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам от государства были вручены ключи от новых квартир. В числе тех, кто справил сегодня новоселье, а также родственники участников той суровой войны. Сегодня новоселов пригласили в ресторан «Каралтын», где счастливчиков поздравил глава региона Архимед Мухаммедов. Эти люди долгие годы стояли в очереди за жильем. К сожалению, некоторые из тех, кто ждал свои заветные казенные квадратные метры, уже отошли в мир иной. Но вместо них власти пригласили их вдов и близких родственников. Кенжигас Дусингалиева – вдова ветерана Великой Отечественной войны. Вместе с супругом они родили и воспитали десятерых детей. На жизнь вдова Сакена Дусингалиева не жалуются. Пенсия неплохая, да и дети помогают. Мой супруг умер всего пять лет назад. К сожалению, не дожил до того дня, когда ему вручат квартиры. Тем не менее, мы благодарны государству, ведь потребность в жилье у его детей все-таки есть. Очень рады, что станем новоселами. Это счастливый день для нас. Я призвался на фронт в 43-м году, после восьмого класса. Сперва прошел учебу в Оренбургском военном училище. Воевал в воздушно-десантных войсках. Победу встретил в Германии и был безумно счастлив 9 мая 1945 года. Сегодня тоже счастливый день для меня, ведь мне вручают новую квартиру. По случаю вручения ключей от новых квартир, сегодня новоселов пригласили в ресторан. Присутствующих с радостным событием поздравил глава региона Архимед Мухамбетов и Аким города Ирхан Умаров. Они поздравили гостей с наступающими праздниками и отметили, что новостей в этом году справит еще немало людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ирина Гутик, Морал Майкузов, Алексей Уразов. Программа «Факт». Повод для веселья сегодня нашелся и у октябрьских полицейских. В День защитника Отечества стражам порядка власти сделали весомый подарок. Подразделения ДВД области получили 50 машин, в том числе грузовых. Как отметило руководство правоохранительных органов, подарок обязывает ко многому. В первую очередь полицейским необходимо обеспечить стабильную криминогенную обстановку. Новые машины сегодня сверкали под солнцем в парке имени первого президента. Это Нивы, Кии, Газели и даже КамАЗ. Вся техника была приобретена за счет местного бюджета в рамках программы материально-технического оснащения правоохранительных органов. Теперь машинами будут пользоваться полицейские. Они не для того, чтобы возить полицейских чинов, а для более важной работы – помогать задерживать злоумышленников. При урочке к этому празднику Акиматом области выделено 50 автомашин для ДВД Актюбинской области, для охраны общественного порядка. Хотелось бы в этот день поздравить всех жителей нашего города с праздником Днём Защитника Отечества. По случаю профессионального праздника глава региона Архимед Мухамбетов поздравил актюбинских полицейских. По его словам, чтобы требовать эффективной работы от какого-либо органа, необходимо сперва создать все условия. Материально-техническая база органов внутренних дел региона обновляется постоянно. Мы и впредь будем работать в этом направлении. Поздравляем вас с сегодняшним профессиональным праздником и желаем вам всего наилучшего. Служить Отечеству – это долг каждого человека и высокая ответственность. По завершению вручения ключей от новых машин в парке состоялся праздничный концерт. Выступили Духовой оркестр Актюбинского военного гарнизона, а также творческие коллективы Весво имени Талгата Бегельдинова. К слову, актюбинцы смогли посмотреть еще один концерт, проходивший в это же время в Астане. Его транслировали в парке имени первого президента. Ирина Гульцик, Морал Майкузова, Алексей Уразов, программа «Факт». Посетители парка сегодня могли также насладиться звуками настоящего военного оркестра. Торжественную программу праздника организаторы включили плац в концерт. Правда, длился он совсем недолго, но оставил при этом массу впечатлений. Когда люди в погонах берут в руки духовые инструменты, ноты как будто тоже выстраиваются по стойке смирно и под командованием профессионалов выливаются в марши. Музыку для мужественных и смелых. Военный музыкант – особая профессия. В каждом из них удивительным образом сочетаются творчество и строгость, которые обязывает мундир. Азамат Умбиталин много лет назад осуществил свою мечту, стал дипломированным специалистом по классу духовых инструментов и теперь руководит военным оркестром. Плац-концерт состоит из марши, будем играть марши, будем играть казахские темы, будем петь песни. Ну и здесь все наше гайд. Сам он на «ты» с кланетом и саксофоном, является военным дирижером и автором гимна учебного заведения. Помимо того, в копилке автора еще несколько музыкальных произведений. Говорит, поистине талантливые люди – это находка, поэтому старается привлечь в оркестр настоящих профессионалов. Сейчас в оркестре 18 музыкантов. Все они любят свое дело и с удовольствием выступают на разных площадках. В минувшем году коллектив стал победителем республиканского конкурса патриотической песни «Жасулан». Ирина Гуць, Жаслан Джубаев, программа «Панс». Ну а на сцене ретро-парка сегодня звучали мелодии песен военной тематики. Их исполняла молодежь города. Студенты учебных заведений представили на суд жюри «Катюшу», «Идет солдат по улице» и другие. Наша съемочная группа побывала на марафоне песен. Мелодии победы – так обозначили организаторы марафона сегодняшнее мероприятие. В нем приняли участие представители 10 учебных заведений города. К примеру, учащиеся медицинского колледжа рассказали о том, как проводилась подготовка к марафону и о своих чаяниях относительно него. Мы сегодня, к день 9 мая, готовим хор «Катюша». Мы всей группой репетировали где-то неделю или две недели. У нас репетиция получилась очень хорошо. Мы сегодня здесь все готовимся к концерту к 9 мая. Всех поздравляю с Днем Победы. Ну, надеемся, что займем первое место, так как у нас репетиция получилась очень хорошо. И конкуренты у нас, конечно, очень хорошие, но все же думаю, что мы займем первое место. На сцене свое мастерство пения представили студенты юридического института. Ребята исполняют песни патриотического характера практически ежедневно. Поэтому участие в таком виде конкурса для них дается легко. Сегодня мы исполняем две песни. Это «Жойл Сенсовос» и «Идет солдат по городу». Конечно же, мы исполняем эти песни и тренируемся ежедневно в стенах нашего института. Нынешний марафон посвятили празднованию Дня Защитника Отечества и приближающейся 69-летней годовщине Дня Победы. Встреча проводится второй год подряд и уже наверняка станет традиционной, не сомневаются ее организаторы и участники. У молодежи, вот для нашего возраста, молодежь, кажется, не такая, как мы были. Но на самом деле сейчас другое время. И молодежь ведет себя так, как соответственно в этом времени. Молодцы, мне нравится молодежь. Особенно вот молодежь у нас в городе, она культурная, она поющая, она активная во всех отношениях. Мне очень нравится. В конце встречи был подведен промежуточный итог. Из десяти команд в финал прошли шесть. Они будут соревноваться между собой уже 9 мая. Тогда и будут определены окончательные победители. Эльмира Эжанова, Сергей Калашников, программа «Факт». В спортивном комплексе «Экстрим» в честь майских праздников провели открытый чемпионат города по стрельбе. Возрастных ограничений не было. Его участниками стали люди от 10 до 60 лет. Между всем интерес к виду спорта с каждым годом растет. И что самое интересное, становится все больше метких и перспективных стрелков среди детей младшего возраста. Наверное, это все-таки заслуга спортивных организаций, что они обратили внимание на такой вид спорта. Он, скажем так, неумираемый должен быть. Мужчина должен уметь стрелять. Это прописная истина. Ну, хорошо, что сейчас у нас развивается новый вид спорта, современное пятиборье, где умение стрелять из пистолета приносит очень большие очки. На начало чемпионата число участников превышало 60 человек. Среди них есть и приезжие стрелки из Мартука. Ожидался приезд участников из Хабды. Команды разделены на 4 группы, 2 женские и 2 мужские. Каждому стрелку предоставлялась возможность произвести 5 зачетных выстрелов. Уже сегодня были определены победители. Им вручили по 5 тысяч тенге. Одним из организаторов спортивного мероприятия стал городской филиал партии Нур-Отан. На сегодня это все. Служба новостей Рик-ТВ поздравляет всех мужчин с праздником. Желаем вам здоровья и всегда быть рядом. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин